Приветствую, друзья! Крутятся ли колёса? Вот интересно. Я хочу немножко посветлить, может быть, вот это всё. Или так оставить уже ангел-велосипедист. Ну, спешит куда-то. Может быть, с известием к вам спешит. Может быть, на свидание. Может быть, на чемпионате мира. Может быть. Ну, что я хочу вам сегодня сказать, друзья. Я вам хочу сказать, что у Теслы, у великого Тесла, у великого изобретателя, есть такое представление, о которых он говорил, о том, что если наложить в трансформаторе на частоту, которая там происходит, сверху частоту такую, которая там происходит, получается резонансное наложение, и амплитуда резко возрастает. Но то же самое получается, если, допустим, у девушки нервная дрожь, и она потрясётся, то есть, получается, накладывает на нервную дрожь сверху эту частоту, то амплитуда повышается, то есть, в этот же самый момент у неё происходит сброс напряжение, выход на состояние, её начинает покачивать на состояние свободного самоощущения. То есть, это такое ощущение, когда хорошо себя чувствуешь, так легко становится, как будто гора с плеч. Вот видите, как закономерности, вот я вам рассказывал случай, как у меня при подготовке на международные чемпионаты или Олимпийские игры, там парень мне говорит, у меня там стресс, у меня мандраж, через два часа там надо на парусе гоняться, а я, говорит, может, пойду массаж сделаю. Я говорю, да нет, ты потрясись, если тебя трясёт. Он потрясся, сел, а потом говорит, а почему все так не делают? Не знают. Вот я вам сейчас это рассказывал, крутятся ли колёса. На самом деле, почему так, что у нас 184 тысячи подписчиков только в Ютубе? И в Телеграме ещё 8 тысячи, и вам предлагаю перейти тоже в Телеграм, и здесь оставаться в Ютубе, и в Телеграм, потому что там новые вещи, обсуждения, и картины там, и вообще участники нашей школы, человек будущего, хомофатурс, интересные вещи пишут. И люди, которые впервые туда попали, говорят, слушайте, мы просто удивлены. Мы, говорят, слышали раньше о ключе, где-то там 20 лет назад, 25 лет назад, где-то читали, отложили потом, а вот сейчас вдруг там в каком-то институте или в университете какое-то занятие проводили, я там, говорят, была или был, и вдруг вспомнил про это, и про ключ говорили, про ключ говорили. Я вспомнил, вот нашёл этот Телеграм, вошёл, и, оказывается, вот оно как. Значит, я попал туда, куда мне как раз-таки к месту, вот на место своё попал. Ну, действительно, друзья, давайте вы, пожалуйста, в Телеграм записывайтесь, ну, такое же название, как и на нашем Ютуб-канале «Метод Ключка» с Айлиева. Записывайтесь, потому что я же собираюсь вам рассказывать то, чего никогда раньше никогда никому не рассказывал. Я вам собираюсь рассказывать то, как можно, вспоминая счастливый случай в жизни, превратить этот ресурс в методику для сброса лишнего стресса. Или, как вспоминая, плохой жизненный случай, который прямо всё время лезет в голову, и ты никак от этого отвязаться не можешь, тоже превратить её в ресурс для того, чтобы сбросить стресс, для того, чтобы проработать у себя психотравмы, и детские, и взрослые, и какие хотите, чтобы опять выходить на состояние такого творчества, потому что человек поправит творец. Что сделаешь? Если он правильно подбирает действия, которые соответствуют только ему, его состоянию, как резонанс в этом трансформаторе, у Тесла, у него сразу сбрасывается стресс. Представьте себе, что за 5-10 секунд можно сбросить тяжёлый стресс. Потом несколько раз повторите, у вас появляется навык, и потом вы можете сбрасывать стресс без упражнений, по одному желанию. Очень много чего, но самое главное – освоить ноль, нулевое состояние. Правильно там писали в комментах. Правильно писали, что нулевое состояние – это вообще царится всего, потому что в нулевом состоянии вы можете, абстрагироваясь от всех эмоциональных ситуаций, выйти, как говорится, в нирвану, там, где нет страха, комплексов, стереотипов, там нет ничего, там есть такое восстановление. А если вы в этот момент начнёте мечтать о желаемых переменах в себе и в будущем, у вас возникает поток. Вот это пассивное состояние восстановления, а если вы там мечтаете о желаемых изменениях, создаёте образ будущего, каким вы хотите быть, что вы хотите решать, какие картины рисовать, какие стихи писать, в этом начинаете это делать, вы входите в поток. Это удивительная штука. Нирвана и поток. Нирвана в пассивном состоянии – ноль, а ноль, сопровождающая деятельность активную, освобождает вашу деятельность от страха шаблонов, блоков, подражания авторитетам, и вы там достигаете созидания нового. Вы там можете изобретать, вы там можете создавать, решать такие вопросы, которые раньше решить не могли. Я из роликов в ролик повторяю одно и то же, чтобы с разных сторон донести до понимания. Одно и то же. Да, друзья? До встречи. На следующем ролике будет очень интересно то, чего я раньше никогда не говорил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!